Здравствуйте, друзья! Я преподаватель Академии 3D Евгения Гриппинского, Архипова Елена. И сегодня мы с вами познакомимся с материалами в Unreal. Рассмотрим такие материалы, как простой пластик, золото с потертостями, также посмотрим, как создать стекло и материал с подповерхностным рассеиванием. Еще вы узнаете, что такое Material Instance и как он может вам упростить работу с материалами в Unreal. Итак, начнем с того, как открыть наш проект. Вы скачаете его по ссылке в описании. Далее у вас будет такой архив, который нужно будет разархивировать. Извлечь текущую папку, ну или куда-то, куда вам более удобнее будет это сделать. Далее открываем эту папку, здесь у нас находится проект. Проект Unreal. Нажимаем на практику и у нас запустится файл Unreal. После того, как вы дождетесь загрузки проекта, перед вашими глазами будет такая сцена. Давайте перейдем туда, где будет находиться наша практика. Контр-пробел, чтобы открыть контент-браузер. И здесь мы можем увидеть уровень. Перейдем на этот уровень под названием «Сцена». И здесь нас будет встречать наш макет, на котором мы и будем сейчас тренироваться по ходу нашего урока. Можете временно скрыть этот купол, чтобы он вам не мешал, потому что мы подключим его ближе к концу. И также наша тренировочная моделька сейчас находится в группе. Для того, чтобы эту группу раскрыть, нажимаем на группу, далее Ctrl-Shift-G. И теперь вы сможете выбирать отдельные элементы нашего меша. Итак, с небольшой подготовкой мы закончили. И теперь давайте переходить к изучению материалов в Unreal. Для начала давайте рассмотрим, как нам создать материал. Зайду в контент-браузер и добавлю папку, куда я и буду создавать материалы. Важно всегда соблюдать чистоту в проекте, так как вам самим будет проще работать. Большая «М» с нижним подчеркиванием используется в названии материалов, поэтому не забывайте ее ставить. Далее перейдем в наш материал. Перед началом работы немного расскажу об редакторе материалов. В этом пространстве мы будем создавать наш материал. И в этом нам помогут ноды и шейдер. Ноды – это различные функции. Каждая нода позволяет нам внести какие-то изменения в наш материал. Тут вы можете увидеть небольшую часть нодов, с которыми мы будем сегодня знакомиться. И в сторонке у нас расположен шейдер. Это то, куда мы будем подключать наши ноды. Благодаря шейдеру мы в принципе сможем увидеть наш материал, так как именно он собирает всю информацию с нодов и выводит на итоговый объект, на который мы будем накладывать наш материал. А для того, чтобы не выходить из редактора материалов, чтобы посмотреть на наш результат, мы сможем увидеть наш предпросмотр материала здесь, в этом окне. Для того, чтобы нам было удобнее, мы сможем заменять объект, на который мы будем видеть наш материал, чтобы лучше оценить его. Теперь давайте немного затронем основные параметры шейдера, чтобы во время создания материалов вам было понятнее. Base Color. В этом узеле мы будем подключать ноды, чтобы изменить цвет нашего материала. Металлик. Этот узел будет влиять на то, будет наш материал металлом или нет. Спекуляр. Отвечает за блик на нашем объекте. Рафнос. Влияет на глянцевость или матовость объекта. Эмиссив Color. Отвечает за самосвечение объекта. Опэсити. За прозрачность объекта. Позже объясню, почему он сейчас не активен. Сапсёрфы из Color. Позволяет настроить подповерхственное рассеивание. Так же, как и с Опэсити, объясню далее по уроку, почему он сейчас не активен. Итак, всё это нам сегодня предстоит рассмотреть на примере материалов, которые вы видели в начале урока. Не будем задерживаться и давайте рассмотрим, как создать материал простого пластика. Как нам его получить? Как минимум, нам нужно задать цвет нашему материалу. Для этого существует нод, который можно добавить, нажав 3 плюс левая кнопка мыши. Давайте подключим наш нод в шейдер и соединим их при помощи такой линии, которая позволяет нодам передавать информацию. Так как мы хотим изменить цвет, подключим в Base Color. Подберу какой-нибудь цвет нашему пластику. Тут есть две графы. Value отвечает за яркость, а Saturation за насыщенность. Отлично, цвет теперь есть. Было бы неплохо сделать наш пластик более матовым. Матовость или глянцевость определяет параметр Roughness. Roughness имитирует на поверхности объекта мельчайшие неровности. Чем их больше, тем сильнее преломляется свет, мы получаем более матовый объект. Если поверхность ровная, то он будет глянцевым, и мы хорошо будем видеть отражение в данном объекте. Теперь мы можем добавить числовой нод, который очень часто используется. 1 плюс левая кнопка мыши. Если мы хотим более глянцевый материал, то ставим значение ближе к нулю. Если более матовый, то ближе к единице. Почему ближе? Потому что если мы хотим более правдоподобный материал, лучше не использовать крайние значения. Так как в реальном мире не бывает абсолютно глянцевого или матового материала. Поэтому поставлю 0.8. Еще я подкорректирую спекулер. Он отвечает за отражение, за блики. Давайте попробуем поставить 0. Не очень реалистично, правда? Так же будет, если я поставлю единицу. Отражений будет слишком много. Поставлю, к примеру, 0.3, чтобы отражения были, но при этом их было немного. Отлично, мы создали наш первый материал, и теперь посмотрим, как его перенести на наш объект в сцене. При этом не забудем нажать на сохранить или apply. Если этого не сделать, то все ваши изменения в редакторе материалов не будут видны во вьюпорте. Давайте перенесем материал на объект. Для этого мы можем просто перенести материал на какой-то из элементов нашего меша для предпросмотра. Просто перетянем его туда, куда нам нужно. Перенесу пластик на внутреннюю часть шара и на кольцо. Или могу выбрать шар и в материал выбрать материал, который назначен, например, на внутренний шар. И в списке найти необходимый мне материал. В данном случае драгондропом перенести материал было намного удобнее. Попробуйте сами создать похожий материал пластика. Можете сделать его глянцевым и подобрать свой цвет. Очень важно, чтобы вы не просто смотрели, но и попробовали поработать с материалами сами. Так вы намного лучше разберетесь в теме. Ссылка на данную сцену будет в описании. Итак, давайте теперь создадим материал металла. Как вы видели в начале урока, попробуем создать такое интересное золото. Для того, чтобы превратить наш материал в металл, нам нужен металлик. Материалы можно подразделить на две группы. На диэлектрики или не металлы, как, например, наш пластик, стекло и так далее. Или же металлы. Ди-единица будет означать, что наш материал металл, а ноль не металл. Изменим цвет. Далее добавим небольшие потертости на наш металл. Для потертости мы будем использовать рафнос. А для придания большей хаотичности найду какую-нибудь черно-белую текстуру. Подробнее о текстурах поговорим далее по уроку. Выберу эту текстуру. На ней есть интересный шум, который разнообразит наш металл. Мы можем ее просто добавить в рафнос. И да, она уже будет давать свой результат. Но я хочу немного ее настроить. Добавлю контроль над контрастностью и интенсивностью. Для этого мне понадобится одна из представленных здесь математических нот. Они позволяют производить несложные математические операции по типу деления, divide, multiply, умножение, power, возводит значения в степень, lerp, линейная интерполяция. Позже покажу на примере, и вы поймете, как она работает. One minus инвертирует все значения. Например, был минус один, станет один. О всех этих нотах мы поговорим в отдельности. Пока для металла нам нужен power. Для добавления ноды нажму правую кнопку мыши и введу power. Добавим константу, которая поможет нам задать цвет. Далее изменю цвет. И чтобы видеть изменения, подсоединю в Base Color. Далее смотрите, как изменение степени будет влиять на наш цвет. Сейчас стоит 0, и зеленый цвет отсутствует. Поставим 0,5. Цвет начинает себя проявлять. Если возвести цвет в степень 1, то изменения никаких нодов Power оказывать не будет. Давайте подключим цвет напрямую и убедимся, что результат тот же. Далее давайте попробуем поставить значение больше. Поставлю шестерку. И цвет стал очень насыщенным. Итак, мы посмотрели, как работает нода Power. Теперь давайте вернемся к металлу и попробуем через Power создать контроль контрастности. Наши текстуры потертостей. Добавлю нод Power. Как видите, текстура работает хорошо. Мы видим потертости. Давайте поставлю 3. Шар стал более глянцевым и матовых участков стало намного меньше. Далее добавлю константу. И для удобства буду ставить значение в нее, а не напрямую в нод Power. Сейчас я переведу нод в параметр. Назову его контраст. Я расскажу поподробнее о том, зачем это делать, далее по уроку. Пока запомните это действие, нам это понадобится, когда мы будем изучать Material Instance. И я хочу снизить контрастность и сделать пятна менее четкими. Поставлю 0.7. Чтобы вы не запутались, данную ноду я добавляю, чтобы проще было ориентироваться в древе нод. Тут у нас все подписано и мы не забудем, что за что отвечает. Также это важно для Material Instance. Но о нем опять же мы будем говорить ближе к концу урока. Если убрать его и поставить в Power такое же значение, то на итог это не повлияет. Далее добавлю еще один нод. Переведу его также в параметр и назову Intensity. Это поможет нам изменять интенсивность данной текстуры. Для того, чтобы добавить ее в цепочку, добавлю ноду умножения Multiply и соберу ветку нод. Давайте перед тем, как продолжить, рассмотрим Multiply поподробнее. Multiply нода умножения. Перемножающие ноды, добавленные в узлы А и В. Давайте скопируем эту ноду, Ctrl-C, Ctrl-V и посмотрим на ее работу. Добавим в Base Color и добавим ноду цвета. Подсоединю в А, а в В добавлю числовую константу. Принцип схож с Power, только здесь наши ноды будут перемножаться, что даст иной результат. При нуле цвет черный. При единице наш цвет возвращается в прежний вид, так как мы умножали на единицу. Поставим 4 и цвет стал слишком светлым. Итак, вернемся обратно к нашему металлу и настроим интенсивность карты пятен. Как вы видите, при нуле наша текстура никакого воздействия на объект не оказывает. При единице сильно матовый. Поставлю 0,7. Друзья, попробуйте самостоятельно поэкспериментировать и выставить другие значения контраста и интенсивности. Так вы лучше поймете, как это работает. Теперь давайте с вами посмотрим, как создать светящийся материал. Эмиссив. Найдем одноименный узел в шейдере. Он нам и поможет подсветить наш материал. Отлично, наш шар светится. Но что, если я хочу изменить интенсивность свечения? Сделать ярче или темнее? Добавлю цветовой нот и изменю цвет. Подключу цветовой нот в эмиссив. И добавлю константу. Добавлю мультиплай. Для того, чтобы смешать наш цветовой нот и числовой нот. Что даст мне контроль над яркостью нашего эмиссив. И переведу константу в параметр. Назовем интенсити. И с помощью такой несложной конструкции из нот. Мы сможем спокойно изменять интенсивность свечения эмиссив. Где цветовой нот будет отвечать за цвет свечения. А константа, которую мы перевели в параметр. Мы будем использовать для того, чтобы устанавливать нужное нам число интенсивности свечения эмиссив. Давайте перенесем наш материал на объект. Как преобразилась наша сцена благодаря этому материалу. Давайте теперь с вами рассмотрим, как создать материал стекла. Создам также материал. Переименую, не забыв добавить м с нижним подчеркиванием. Как видите, параметр, отвечающий за прозрачность, недоступен. Чтобы это исправить, нам понадобится изменить Blend Mode в меню Details. Тут находится все, что отвечает за отображение нашего материала. Нам нужно задать материалу прозрачность. За это отвечает Translucent. Сейчас наш шар черный. Нужно снизить Opacity, чтобы свет начал проникать внутрь объекта. Давайте, например, поставим 0.3. Объект полупрозрачный, но на стекло не очень похоже. Давайте смотреть, что еще нужно нам добавить для хорошего результата. Обратите внимание, что у нас недоступны Specular, Roughness и так далее. Нам необходимо подключить в Translucency Lighting Mode. Тут мы можем контролировать режим освещения, используемый Translucency в этом материале. Выберем Surface, Forward Shading. Сразу молимся заметить, как преобразился материал и добавили шероховатость, металлик и так далее в Shader. Давайте закончим настраивать наш материал. Поставлю Specular единицу. Чтобы блики были более выразительными и Roughness снижу, я хочу, чтобы стекло не было матовым. Сейчас ему не хватает эффекта Фринеля. Кратко о том, что это. Эффект Фринеля делает отражения на объекте более реалистичными, в зависимости от угла обзора. Если очень просто говоря, благодаря эффекту Фринеля на нашем шаре появляется более явное отражение по краям, что делает его более выразительным и реалистичным. Добавим ноду Фринель. Нода есть, но как нам ее подключить? Добавим ее в рефракцию. Преломление. Для того, чтобы рефракция заработала, нам также нужно ее подключить. Найдем рефракцию и выберем в Refraction метод Index of Refraction – коэффициент преломления. Мы можем подключить ноду напрямую, но нам нужно больше контроля над ней, поэтому соберем небольшую конструкцию. Отсоединю нод Фринель и отодвину его немного, чтобы он не мешал. Добавлю Lerb. L плюс левая кнопка мыши. Комбинирую текстуры и ноды. Давайте, чтобы вам было более понятно, соберем такую ветку нодов из двух цветов. Из красного и зеленого. И я еще нашла такую текстуру с пятнами. Давайте подключим ее в альфу. Посмотрите, там, где на текстуре были темные участки, виден красный, а где светлые – зеленый. Текстура говорит цветам, где кому находиться. Вернемся обратно. В нашем случае у нас будет две константы, и подключим их в а и в б. В верхней константе поставлю, например, один. А нижняя будет выступать коэффициентом преломления – индекс of refraction. Значения коэффициентов берутся из таблиц для каждого материала. Я возьму значение для стекла. Он равен полтора. А фринель, если опираться, например, с текстурой, будет диктовать двум нодам, где кто будет находиться. Переведу в параметр и назову индекс of refraction – IOR. Попробуем сменить значение в ноде фринель и поставим 6. Сменю на 4 и оставлю это число. Можем заметить, как объект преобразился. По краям стало больше отражений, чем в центре. Давайте еще добавим фринель на прозрачность объекта. Для неоднородности стекла, по краям и в центре будет разная прозрачность, что будет выглядеть более реалистично. Для этого добавлю lerp и в него добавим константу, которая будет отвечать за прозрачность. Назовем opacity и теперь эта константа будет отвечать за степень прозрачности нашего стекла, как это делал вот этот вот параметр в шейдере. Попробуем. Добавим ниже фринель. Скопирую его. Стекло сейчас слишком прозрачное. Немного увеличу значение. Сделаю цвет стекла немного темнее. Посмотрите, как стекло выглядит без этой ветви и с ней. Давайте перейдем к следующему материалу и создадим материал с подповерхностным рассеиванием. Пример такого материала воск свечи, который пропускает сквозь себя свет от огня. И этот свет рассеивается внутри воска, листья деревьев, кожа человека и так далее. Давайте создадим также материал, который будет рассеивать внутри себя свет. Для этого нам нужен одноименный узел, который также недоступен по умолчанию. Давайте это исправим. Для этого нам понадобится shading model. Он позволит нам менять то, как будет рендериться наш материал. Будет он воспринимать свет или как он лит будет полностью игнорировать. Или будет свет пропускать внутрь себя и рассеивать, как сёрфейс. Давайте для наглядности сделаем цвет поверхности одного цвета, а цвет рассеивания другого. Выберу тёмно-зелёный оттенок. Сделаю материал более матовым и поставлю значение 0.8. Также я поставлю значение Opacity 0, так как я хочу, чтобы наш материал был прозрачным. Теперь изменим цвет рассеивания. Сделаю его розоватым. Шар поменял цвет, но сейчас рассеивание преобладает и мы не видим цвет поверхности. Давайте доработаем. Думаю, теперь вы уже и сами знаете, что нам нужно. Multiply и константа. При нуле свет перестаёт проникать внутрь объекта и он выглядит как обычный пластик. Поставлю маленькое число. Посмотрите, как происходит рассеивание света. Довольно интересный эффект. Увеличу. Немного изменю цвета. Давайте теперь посмотрим материал на нашем шаре в сцене. Шарик теперь будто из цветного воска. Обратите внимание, что мы видим плоскость сквозь наш шар и это выглядит немного странно. Это происходит потому, что сейчас у материала отображается только внешняя сторона, а внутренняя остаётся прозрачной. Чтобы включить отображение с двух сторон, перейдём в материал. Найдём «Two Sided» и подключим. Отлично, всё работает, теперь как надо. Отлично. Накинем ещё материал стекла и посмотрим, как он будет выглядеть здесь. Попробуйте расположить материалы по-своему на объекте. Изменить их параметры, цвет, шероховатость и так далее. Так опять же, вы лучше запомните данный материал. Теперь же давайте разберём основные виды текстурных карт. Перед тем, как мы начнём разбирать текстурные карты, уточню. Так как некоторые путают понятия текстуры и материала. Материал – это совокупность характеристик, которые определяют внешний вид нашего объекта. Например, прозрачность, цвет поверхности и так далее. А текстура – это изображение, которое подключается к той или иной характеристике в материале. Давайте теперь рассмотрим основные виды текстур и куда мы можем их подключить. Рассмотрим на таком примере. Это карта «Альбедо» или «Base Color». Она отвечает за цвет нашего материала. При выборе текстуры цвета обращайте внимание на то, чтобы на текстуре не были видны затенения. Нам нужна текстура чистого цвета, без теней и бликов. В противном же случае тени, которые были на текстуре, будут мешать вам при работе с освещением в сцене. «Roughness» – текстура шероховатости. Она указывает участки, где объект будет матовый, а где глянцевый. Где чёрный цвет будет указывать на глянцевую поверхность, а белый – на матовую. «Ambient Occlusion» – текстура затенения в тех местах, куда не попадает свет. Это какие-то стыки, щели и так далее. В нашем же случае это пространство между досками. Эта текстура позволяет нам подчеркнуть наши доски и сделать их более выраженными. «Normal Map» – карта мнимого рельефа. Это означает, что мы видим объём у наших досок, но стоит глянуть под углом, и мы поймём, что никакого рельефа тут нет. Это лишь иллюзия. Эта текстура позволяет добиться хороших результатов, используя минимум полигонов в объекте. «Displacement» – это карта высот. И в отличие от «Normal Map», она реально выдавливает объект. И для этого в объекте должно быть большое количество полигонов. Чем светлее участок в текстуре, тем выше он будет выдавливаться. Давайте посмотрим ещё пару текстурных карт, которые могут вам встретиться. Посмотрим на примере такой модельки. Карта «Metalness» – показывает, где объект является металлом, а где диэлектриком, где белый цвет отвечает за металличность. Уже знакомая нам карта «Roughness» – «Normal Map». Подключу, видимо, сетки. «Ambient Occlusion» – хорошо видно, как эта карта подчёркивает углубление в модели. «Opacity» – карта прозрачности. Она диктует модели, где она будет прозрачной, а где нет. И карта «Emissive» – отвечает за свечение объекта. В данном случае на модели светятся элементы интерфейса. Теперь перейдём и рассмотрим, как подключить эти текстуры деревянного пола. Подключу солнце и создаем здесь плоскость, на которую мы будем накладывать материал. Снижу скорость камеры, чтобы было удобнее. Далее добавлю папку, куда я буду перемещать текстуры. И просто перетащу их из своей папки в контент-браузер. Текстуры успешно добавились. Создам материал и давайте подключим наши текстуры. Давайте посмотрим на Альбедо поближе. Открою её. Здесь есть галочка «SRGB». Посмотрим, чтобы она была подключена. Если её снять, то текстура будет отображаться иначе. Если столкнётесь с такой проблемой, проверьте эту галочку. Также обращайте внимание на «Texture Compression Settings». Сейчас у меня стоит у Альбедо «Default». Если я сменю на «Normal Map», то сжатие текстуры будет работать для карты «Normali» и моя текстура исказится. Итак, мы рассмотрели то, на что стоит обращать внимание в текстуре. Альбедо отвечает за цвет, и мы подключим её в «Base Color». Также поступим с «Roughness». Как определить, что за текстура теперь перед вами, думаю, у вас не возникнет проблем. Она ещё и подписана. Отключу для наглядности Альбедо. Неоднородность шероховатости прослеживается. Подключим «Normal». Она немного подчеркнёт текстуру. Перенесу на плоскость. Отлично, текстура хорошо выглядит. Давайте ещё подключим текстуру «Ambient Occlusion» и посмотрим, как будет выглядеть наш материал с ней и без. Небольшая разница читается, видно, как подчеркиваются щели между досок. Теперь давайте с вами подключим данный материал к плоскости и посмотрим, как он будет выглядеть во вьюпорте. Давайте с вами посмотрим, как подкорректировать силу действия текстуры «Normal Map». Для этого нам понадобится нод «Flatten Normal». Он поможет нам уменьшить или усилить влияние «Normal Map» на объект. Также мы будем использовать «One Minus». В Unreal есть такая особенность, как инвертированное значение. Если мы хотим выдавить нашу «Normal Map», нам придётся ставить минусовое значение, что не всегда удобно. Например, если мы хотим поднять сильнее, нам придётся ставить минус один и так далее. Поэтому мы будем использовать ноду «One Minus», чтобы инвертировать и избавиться от этого неудобства. Давайте подключим «Flatten Normal», добавлю в цепь и добавлю константу для контроля влияния «Normal Map». Посмотрите, о чём я уже говорила. Ставлю единицу и объём пропадает. Минус один и он возвращается. Не совсем удобно, поэтому инвертирую значение через ноду «One Minus». И теперь всё будет работать как нужно. Минусовое значение уберёт влияние «Normal Map», а плюсовое увеличит её влияние. Двойка не совсем то, что я хотела. Поставлю число поменьше и сделаю доски менее выделяющимися. Отлично! Apply и посмотрим на результат в сцене. Также не забуду перевести в параметр и назову «Сила нормали». Теперь я хочу подкорректировать масштаб текстуры. Я хочу, чтобы доски были более мелкими. Для этого нам понадобится такой нод, как «Texture Coordinate». Добавим его и подключим в каждую текстуру. Теперь задам масштаб и поставлю по XY4. Отлично! Всё работает! Давайте с вами настроим яркость текстуры. Хочу сделать её немного светлее. В этом нам поможет нод деления «Divide». Разделим текстуру на константу. Это приведёт её к потемнению в случае увеличения числа. Посмотрим, как она выглядит во вьюпорте. Довольно тёмная текстура. Давайте сделаем её светлее, как и хотели. Переведу в параметр и переименую. Теперь я хочу поменять оттенок нашей древесине. В этом нам поможет нод «Blend Overlay». Мы подключим в «Base» текстуру, а в «Blend» нод цвета. И подмешаем цвет к основной текстуре, что приведёт к её окраске. Давайте быстренько посмотрим, как «Blend Overlay» работает. Возьму нашу текстуру «Albedo» и добавлю в «Base». Наш нод ругается. Нужно добавить ноду в «Blend». Сейчас перемешивается чёрный цвет. Давайте выберем другой. Посмотрите, как поменялось наше дерево. Подключу в «Base Color» и остановлю просмотр данного нода. Итак, теперь мы видим, как будет выглядеть наш материал в итоге. Итак, мы посмотрели, как работает «Blend Overlay». Теперь давайте вернёмся к нашему материалу и доработаем его. Добавим «Blend Overlay» и цветовой нод. Я хочу получить какое-нибудь рыжее дерево. Вот такой интересный результат у нас вышел. Так можно быстро разнообразить наши текстуры. Далее переведём в параметр и назовём «Tint Color». Далее давайте посмотрим, как немного обесцветить нашу текстуру. Притушить её яркость. В этом нам поможет «Desaturation». Этот нод снизит насыщенность нашей текстуры. Добавлю его перед «Blend Overlay», чтобы он влиял на всю цепочку нод. Подключу и добавлю константу. При нуле «Desaturation» не влияет на нашу текстуру. Увеличу значение. Текстура стала слишком чёрно-белая. Поставлю поменьше. Поставлю 0,5 и результат меня устраивает. Переведу в параметр. Теперь давайте посмотрим, зачем мы переводили эти ноды в параметры. Это нужно для того, чтобы мы смогли использовать эти ноды в Material Instance. Если не перевести ноду в параметр, в Instance она не отобразится. Теперь давайте ответим на вопрос, что такое Material Instance и зачем он нужен. Material Instance представляет собой копию нашего основного материала, но при этом мы сможем немного быстрее настраивать наш материал. Например, у нас есть материал вот такого пола, но мы хотим его как-то изменить. Если бы мы изменяли его обычным способом, нам бы пришлось зайти в редактор материалов и искать нужные ноды для того, чтобы подкорректировать тот или иной параметр. Но если использовать Material Instance, мы сможем сделать это в разы быстрее. И сейчас вы сможете это увидеть сами. Обязательно нажмём «Сохранить или Apply», чтобы все параметры перенеслись в наш Material Instance. Правой кнопкой мыши нажмём на материал и выберем «Создание Material Instance». Мы видим предпросмотр нашего материала, а сбоку все созданные нами параметры. Нажмём галочки и сможем быстро их редактировать. При этом нам не нужно будет постоянно нажимать «Apply», ведь все изменения применяются автоматически. Вот так вот быстро мы смогли отредактировать наш материал. Теперь давайте посмотрим, что такое библиотека Quixel Bridge. Давайте теперь добавим материал из Quixel Bridge в библиотеке материалов, декалей и моделей. Если ещё не пользовались этой библиотекой, то скачайте её. В описании я прикреплю ссылку с инструкцией от Epic Games, как её добавить себе в Unreal. Давайте добавим какой-нибудь материал в сцену. Скачаю среднего качества и добавлю себе в проект. У вас появится в контент-браузере папка «Megascans», где и будет лежать наш материал. Обратите внимание, что он является Material Instance, и мы можем его настраивать. Здесь у нас уже есть все необходимые нам настройки, например, сила Ambient Occlusion, поворот текстуры, сила Normali и так далее. Посмотрите, тут всего три текстуры – Albedo, Normal и что-то непонятное. Эта текстура объединяет в себе сразу несколько текстур. Как это происходит? Тут есть три цветовых канала – красный, зелёный и синий. Каждый из них несёт в себе информацию о той или иной текстуре. Оставим включённым только красный канал, и текстура сразу проявляет себя – это Ambient Occlusion. Зелёный – это Roughness. Синий – это Metallic, но в деревянном полу металлика нет. Итак, отлично! Мы разобрались с этой текстурой, теперь давайте попробуем её подключить. Для этого создам новый материал и перенесу в него текстуры. К Albedo и Normal Map вопросов у нас не должно быть. Давайте попробуем подключить нашу новую текстуру. Как видите, тут есть узлы, отвечающие за разные цветовые каналы. Нам нужно будет через них подключить нашу текстуру. Зелёный – Roughness. Красный – Ambient Occlusion. Ну и синий металл, но у нас в нашем материале его нет, поэтому мы подключать его не будем. Отлично! Мы смогли собрать наш материал. Ну вот, друзья, наш довольно большой урок подошёл к концу, в котором я постаралась сместить как можно больше полезного. Надеюсь, он вам понравился и вы узнали для себя что-то новое, что обязательно будете использовать в своих работах. Напишите в комментариях, как вам этот урок. А пока на этом всё. Надеюсь, вам было понятно и вы попробовали закрепить пройденный материал на практике. Продолжение следует... Продолжение следует...